Приветствую всех на канале, меня зовут Алексей и в прошлом году в одиночку без строительного опыта и помощи напарника я возвел себе большой двухэтажный дом из газобетона разведение стен, окон, крыши и двери все это произойдет в одиночку в первый раз а с началом этого строительного сезона я уже возвел перегрузки на первом этаже утеплил чердак сделал монтаж перекрытия перед первым и вторым а сегодня покажу, как я делал лестницу на второй этаж ну, погнали ну что ж, я подожду свою стройку и сегодня расскажу, как я изготавливал металлический каркас для своей лестницы а чтобы вам было интересно смотреть с самого начала я скажу цену цена стоит 7000 рублей на весь профиль ну, погнали первым делом я нарезал профиль под углом 45 градусов по самой прочной части то есть по ребру профиль я на лестнице использовал 60 на 30 можно было использовать 50 на 25 но там разница буквально в 30 рублей за метр поэтому все-таки прочнее для себя почему из металла, а не из дерева? ну, как-то просто с металлом мне приятнее работать металл с друг другом можно сварить а вот дерево, если вы промахнулись, придется делать заново потому что ваши косяки будут видны а в металле можно подварить, зашлифовать, закрасить с деревом там не прокатит, там нужно больше ответственности напиливаю заготовки для будущей платформы куда будет свет это моя самодельная мастерская как? я просто на козла положил лист ДСП необходимые инструменты это рулетка, угольник, электроды который же год отсырели сварочный аппарат с авито за 2000 рублей со сломанными держаками ну и сам металл длина платформы будет 1,8 м а ширина будет 8 см в принципе комфортно, я все это примерял на земле за счет того, что у меня отсырели электроды поломанные сварочник и держак и я еще сам неопытный буду выходить в плюс за счет своих рук да, кстати, такие угольнички советую приобрести их можно купить на алиэкспресс за 300 рублей если у вас нет помощника, то как 3-4 руки очень даже неплохая вещь соединяю под прямым углом и свариваю да, кстати, варить тонкий металл мне было непривычно потому что все-таки когда меня обучали сжигать электрод естественно я не сварщик я учился сжигать на 4 мм а тут металл буквально 2 мм поэтому не очень комфортно было варить но все-таки есть один плюсик если ток увеличить на всю на сварочном аппарате то никак у меня, надеюсь, у вас барашек не отвалится то можно варить просто быстрым прислонением и отталкиванием то есть прихватками получается в принципе неплохо сварим именно под углом 95 градусов но тут в принципе ничего сложного свариваем мы по угольнику угольники эти же желтые ровно 90 градусов мы соединяем две конструкции свариваем сначала первым делом делаем прихватки а потом уже провариваем шов две из трех готовы теперь варим третью так у меня угольников 3 я могу себе позволить соединить все сразу сначала соединяем первым делом привариваем нижнюю часть а потом верхнюю используем рулетку чтобы обе стороны были одинакового размера если она больше можно подпилить а вот если меньше это же косячок в моем случае была разница в пол сантиметра хотя пилил я по рулетке но я просто подточил болгаркой все было нормально сначала прихватили а потом сварили образец платформы готов теперь необходимо эту платформу усилить с помощью внутреннего каркаса одна дополнительно по центру и еще две по центру центров магниты помогают придерживать ну а сварочник помогает сварить да конечно можно умного сказать усиливать каркас по центру усиливать по центру не обязательно но то есть есть формулы уровень прогибания доски но я просто хочу доски не прогибались можно было комфортно попрыгать по этой платформе да кстати не забываем наварить угольники то есть то к чему будем крепить сами доски можно в принципе сделать отверстие в профиле но мы тогда уменьшим пропускную нагрузку через профиль поэтому лучше наварить угольники угольники я варил 20 на 20 самые маленькие в них потом нужно проселить дырки но для начала нужно сварить да кстати при сварке я уже много смотрел советов интернетов очень мало советов как варить что-то подобное поэтому при сварке угольников я варил на 2 миллиметра ниже чем сам профиль что при стачивании болгаркой швов эти швы сварочные были ниже уровня платформы и когда мы положим доски то есть доски лежать на профиле а не на сварочных швах то есть идеально ровно поэтому я сделал уголки ниже чем сам профиль ну естественно стачиваем все сварочные швы чтобы было красиво и было удобно при дальнейшем монтаже досок и к тому же кривые сварочные швы не очень-то комфортно и не вызывают эстетики вот так ровно мы сточили да кстати не забываем потом в них проделать дырки я забыл я потом делал дырки прям в платформе поверьте это не очень удобно так эту пластину мне дали на рынке за 100 рублей как вы уже догадались наверное а может быть и нет это петли петли на платформу то есть платформу нужно как-то закрепить на саму стену можно в принципе сделать 3-4 стойки на которой будет держаться платформа если вас конечно позволяет лестничный марш у меня лестница будет прямо в зале поэтому мне нужно сделать все максимально красиво и комфортно и мимизировать нахождение занимаемой площади лестницы в самом зале поэтому платформа будет подвешена в воздухе а к ней уже будет крепиться сам металлический марш и каркас сначала мы размещаем пластину треугольничками ну по-моему как по вкусу отмечаем треугольники прожигаем дырки вот так ничего сложного нет стачиваем болгаркой эти дырки ну потому что когда выпирает после прожигания потом будет неудобно с помощью угольников их сваривать можно в принципе по одному но это будет некомфортно поэтому лучше сразу прожечь запилить ну а теперь можно в полном комфорте уверенности что все готово напилить готовые угольнички ну ничего сложного нет напилили теперь подтачиваем заусенцы все берем наши угольники и уже непосредственно приступаем к монтажу их на платформе опять же мне помогают магнитные угольники 4 на самой длинной стороне то есть диаметра 80 и 2 штуки на стороне где 8 см ширина нашей лестницы точнее платформы сначала прихватываем потом свариваем ах да пару слов о сварочном шве я не сварщик я самоучка образование сварщика у меня церковно-приходское поэтому не судите строго варю я на самом большом токе шов у меня не идеальный но я старался чтобы это хотя бы более-менее выглядело как шов ну а теперь приступаем непосредственно к заготовкам и монтажу самой лестницы ширина ступеньки 30 см высота ступеньки 20 см комфортная высота как многие считают в интернете это 16-18 см чем больше у вас ступенек тем длиннее марш соответственно чем выше ступенька тем меньше длиной марш поэтому я шел в золотую середину у меня ступеньки будут 20 см мы с супругой пробовали в принципе более-менее комфортно ну а когда буду старый естественно я дом продам и укуплюся первый этаж чтобы не ласти по этой грубойной лестнице и так нарезаем заготовки вот уже мы сделали большую кучу заготовок напоминаю что ширина 30 см а высота 20 см обрабатываем заусенцы чтобы было комфортно варить да как видите нету станков делаю все кустарным способом кустарным способом на ноге схема производства и изготовления все это есть в интернете 21 век то есть выбираем готовую модель корректируем под себя и монтируем да кстати нагрузка на длину профиля в интернете тоже есть то есть на 3 метра лестница выдержит всего лишь 110 кг поэтому без подпорки не обойтись как видите кустарным способом получается не всегда ровно и идеально гладко хотя режу я все поугольнику по маркерам ну расстояние небольшое мы этот промежуток в 3 миллиметра сейчас просто заварим швом тут у меня ошибка поэтому сразу хотел показать сначала нужно прихватить двумя точками с каждой стороны а уже потом варить если вы будете варить одну сторону а вторая не будет у вас наживлена металл начнет прогибаться в ту или иную сторону делаем заготовки по две детали варю я на специально на профиле чтобы более-менее было ровненько ну шов такой себе да согласен так что можете мне за это поставить дис а теперь потихоньку выравниваем все это с помощью угольника строго по 90 градусов и навариваем варить нужно на каком-то профиле чтобы более-менее было ровно как я бегал с кувалдой по дому выравнивал показывать не буду поверьте мне что даже если варите ровно на полу все равно металл греется и искажается все равно это вам все придется выравнивать как узнать что профиль ровный вы просто берете сам профиль и прислоняете к готовой оштукатуренной стене если она не касается не плотно значит ваш профиль весь кривой его нужно рихтовать поэтому без рихтования такой профиль в первого раза вы точно не сварите да кстати забыл сказать что к самой конструкции которая с тенями окрепилась я тоже приварил две петельки чтобы хоть как-то закрепить их отметил просверлил наш газобетончик вбил туда дюбеля по газобетону которые нужно бить потихоньку потому что они закручиваются но уже непосредственно туда прикрутил саму лестницу платформу я тоже прикрутил но один я ее поставить не могу поэтому на помощь позвал маму просверлил наживил и пока взят платформу моя мама наживет дюбеля точнее анкера платформа не очень тяжелая но массивная поэтому одному я тут точно никак не справился где жена жена укладывать ребенка поэтому она помочь не смогла итак первый этап нахождение платформы на в пространстве я определился теперь к ней вплотную я подсоединяю свою полу полу личного марша будущего и закрепляю к стене готовлю стойку как вели там стала деревянная стойка сейчас я завелю на металлическую привариваю будущую пласть скажем так ногу ногу которую приварю потом прибурю потом бетону а перед тем как приварить к самой стойке платформу нужно делать стопор платформа будет давить на стопор а стопор приварен на земле удобно то есть там металл толстый поэтому платформа никуда не денется сто процентов ну а теперь сварим второй личный марш чтобы уже пристыковать и начать варить саму конструкцию и подняться на эту платформу да кстати тут у меня косяк был я уже узнал позже когда варим личный марш сварили один отрихтовали положили его и по нему варим второй потому что когда пристыковал второй марш сваренный были расхождения в сантиметр в два в высоте в ширине и в положении ступеньки в пространстве это было не комфортно и в пиковых местах мне пришлось опять резать этот профиль и сваривать заново поэтому если будете варить а сварили один неважно как на него положили второй и варите вторую часть не забываем также прикрепить уголки 20х20 прожечь в них дырки и приварить когда будет закреплена эта личная марша к платформе это будет очень некомфортно а так вы можете хотя бы хоть как-то повертеть наклонить сам марш ну чтобы варить нужно полностью упереть марш для этого мне нужен помощник помощник держит закрывает глаза бровями ресницами еще рукой так мало ли сварочный зайчик через руку пройдет да приступаем к следующему этапу теперь нужно подпереть потому что на расстоянии 3 метра а у меня получилось 320 лестничный марш очень сильно гуляет и прогибается максимальная нагрузка на 3 метра вылета 110 килограмм поэтому если я буду нести жену на руках мы стопудово сломаем лестницу поэтому нужно немножко усилить усилить лестницу с помощью лап и так же поставить распоры чтобы при хождении лестница не качалась когда я сделал распоры но лапы еще не закрепил лестница уже стояла мертв поэтому лапы лишними не будут к тому же все лапы все эти распоры все это входит в эту сумму 7000 поэтому я в принципе ни о чем не жалею ну а теперь прибуриваем и прикручиваем на закручившийся анкер к бетону после этих действий ваша лестница уже точно никуда не денется и ее точно не украдут дальше вы сделаете очень хорошо залезаем на лестничный марш и теперь осталось пристыковать маленький пролет как видите на этом видео еще не готов второй этаж да тут потому что я не мог угадать где мне будет это отверстие поэтому сначала изготовил лестницу а уже потом сделал перекрытие первым делом я наживляю сам маленький марш то есть там буквально 4-5 ступенек платформе и по уровню нахожу где он соприкасается беру брус и креплю туда угольник на саморезы чтоб потом можно было вытащить и группа поддержки как всегда со мной я просто здесь не могу показать то что мне играет но там внизу стоит музыка и там в принципе группа поддержки очень весело если я покажу музыку на ютубе у меня пропадет монетизация так что извините где я могу показать музыку это в истории и так продолжаем креплю брусок которым прикреплен уголок 40 на 40 на саморезы на саморезы не случайно я потом это все откручу сейчас все подробно закрепляем сам брусок спускаемся аккуратно так а теперь нужно прикрепить второй пролет к этому уголку то есть облокотить на него и найти идеально ровную параллель между ступеньками чтобы было комфортно ходить поверьте мне я не специалист у меня все равно расхождение были по 3 по 4 миллиметра между высотами делаем маленькую точку привариваем каждый марш не варим полностью иначе дом сгорит на этом все роликов про строительство не закончится отворачиваем саморезы поднимаем этот марш не забываем с собой иметь ведро воды либо огнетушитель иначе видео строительство закончится большой трагедией ну а теперь свариваем в принципе можно варить на месте но алексей вам этого не рекомендуют а теперь возвращаем в исходное положение и закрепляем уже на гвозди для страховки я еще также сам профиль приварил на глухари к самим брусом сам брусок держит лестницу а сама лестница держит брусок плюс еще уголки страхует сам брусок поэтому сам брусок никуда не денется да кстати сам брусок еще стоит на стойке которая держит лестнице ну а теперь осталось все покрасить тут уже мужская работа заканчивается мне в этом поможет моя супруга крашу я обычной краской по коррозии ну у меня была баночка хамера это поэтому я ее использую а так по хорошему нужно все лестницу было зачистить хорошенько шлифовать покрыть грунтовкой по металлу а потом покрасить но я не настолько богатый поэтому я использую из те ресурсы которые у меня есть ровные гладкие места катаем валиком а уже заусенцы углы мы катаем кисточкой ой извините красим но тут наука не нужна заострять внимание больно то не будем красим в один слой в принципе этого достаточно если вы богатый можно покрасить два слоя насколько сложно по ресурсам собрать такую лестницу в принципе я собрал за один за два выходных ну для первого раза мне получилось не то что шикарно просто ну тут без мата не обойтись поэтому промолчу вычищаем опилки я все это окрашиваю в багажном состоянии лестница смотрится еще эффектней но я защищаю просто от ржавчины и от коррозии будущей сверху мне лестница будет обшита досками какими пока не решил об этом все это во второй части ну в принципе покрасить не так уж и сложно да кстати многие заметили что стены уже поштукатурены да но об этом видео я не знаю снимать не снимать кто смотрел до конца напишите об этом что думаете просто это не очень интересно смотреть как человек штукатурит окрашиваем все стойки да кстати внизу будет стяжка поэтому нижнюю часть мы тоже красим и потом нужно будет все это обернуть в битум чтобы железо без кислорода под бетоном не ржавело вот такая красиво аккуратно вот такая красивая аккуратная лестница получилась всего лишь за 7000 рублей ну а теперь по экономическим показаниям на сегодняшний день в отделку вложено 129 тысяч это утепление лестница перекрытие как помните дом был собран за миллион восемьдесят плюс отделка на сегодняшний день я уже вложил миллион двести девять тысяч ну что ж следующее видео не за горами с вами был самоостройщик Леха всем счастливо пока пока увидимся с вами так же через две недельки всем счастливо пока пока